Эта церемония для молодежи особо торжественная, с участием самого губернатора Брестского края Анатолия Алиса. В преддверии Дня Конституции проведение таких встреч стало уже хорошей традицией. В Брест всегда приглашают отличников учебы, победителей спортивных и творческих конкурсов. В этот раз приехали ребята со всего региона. На вас, умных, талантливых, творческих, основная надежда. Вы строители будущего. И то, каким ему быть, во многом зависит от каждого из вас, вашей активной гражданской позиции, желания приносить пользу своему государству. Их 25 самых активных и талантливых 14-летних юношей и девушек. И сегодня они стали полноправными гражданами Беларуси. Это событие не пустая формальность. Для каждого молодого человека получение паспорта стало праздничным и незабываемым событием. Безусловно, немного волнительным паспорт для члена молодежного парламента Александры Тишковой как дневник. Это лицо ученика. Я учусь на отлично с первого класса и по сегодняшний день. И очень горжусь этим. Я призер различных олимпиад. Поэтому и имею такую честь представлять сегодня свой город здесь и получать паспорт. Вручение паспорта здесь является для меня очень важным событием. Потому что это значит, это как похвала за мои успехи. Я увлекаюсь музыкой, английским языком и экстремальными видами спорта. И я очень рад, что мне выпала честь получить свой главный документ именно здесь, в Бресте, на этом торжественном мероприятии. После официальной части общение неформальное, живое. За круглым столом состоялась дискуссия, где ребята рассказали, где живут и учатся, чем гордятся и чего хотят добиться в жизни. А еще, как любят свою малую родину. В завершении церемонии ребятам были вручены подарки от Национального центра правовой информации, который также присоединился к акции «Мы граждане Беларуси». Также приятным сюрпризом стало посещение 11-й пограничной заставы Бреста имени Кижеватова. Современный портрет молодого гражданина Республики Беларусь, конечно, это человек активный. Человек активный, который созидает, который участвует в различных творческих проектах. Это человек, которому не все равно, человек не безразличный. Человек-волонтер. Я считаю, что на самом деле молодежь у нас достойная. Она действительно сейчас очень всем интересуется. Она развивается, она хочет учиться, хочет трудиться. Поэтому я считаю, что именно такими мероприятиями мы можем поощрить лучших, так сказать, лидеров молодежного движения и, так сказать, чтобы на них равнялись все остальные молодежи.